Привет! С вами я, Нара, риэлтор в Северной Вирджинии, в Америке, вот уже 16 лет. И на своем канале я делюсь с вами своим опытом и знаниями. И в прошлый раз в своем видео я обещала рассказать вам о том, как агенты делают свои расчеты и рекомендуют определенные ценовые параметры для тех людей, которые хотят продать дома. То есть, каким образом продавцы приходят к той цене, которую они просят за свое жилье. Ну, сразу скажу, что в детали я вдаваться не буду, а конкретные формулы я вам давать не буду, потому что это наша работа, мы ее делаем. Если вам что-то нужно, если вы хотите продать дом, и вам просто нужно встретиться с агентом, он вам все расскажет и покажет. Я просто сегодня в общей картинке расскажу, как это все происходит и основываясь на чем мы делаем такие расчеты. Хорошо? Поехали! Значит, вообще в целом в индустрии этими методами пользуются как агенты, так и оценщики, appraisers. Когда вы продаете дом, обязательно ваш покупатель будет делать официальную оценку рыночной стоимости вашего дома на данный момент, иначе банк не даст кредит. Даже если покупатель приходит с наличными, очень много случаев, когда они все равно делают такую оценку и оплачивают ее. Оценщики это лицензированные, независимые ни от кого люди, которые делают только оценку. Они не связаны ни с покупателем, ни с продавцом, чтобы оценка была именно объективная. Так вот, этими же методами пользуемся и мы, но у нас они агенты. Но у нас более упрощенная техника, методы одни и те же, но техника упрощенная. Поэтому, как правило, мы недалеко уходим от тех сумм, которые в конечном итоге нам выдают оценщики официально. Первый метод это когда мы смотрим на цену за квадратный фут. То есть берутся дома, которые были проданы за последние 3 или 6 месяцев в окружности. Как правило, нужно брать дома, как можно больше похожие на ваш дом. То есть если у вас отдельно стоящий дом, у вас 4 спальни, 3 полных ванных туалета, то и, допустим, четверть акра ваш лот, ваш участок, то мы должны именно находить такие дома, где как минимум 4 спальни, 3 полные ванных, четверть акра участок. В идеале, в расстоянии не больше 1 мили от вашего дома. А вообще еще лучше, если это будет один и тот же сабдивижн. То есть если вы находитесь в сабдивижн, где есть HOA, то нам желательно, конечно, оставаться в этом HOA. Очень часто бывают случаи, особенно сейчас, когда не так много домов выходит на рынок, когда мы не можем найти что-то именно в самом сабдивижн, или мы вынуждены выходить за 1 милю и больше, то мы вынуждены это делать, потому что нам нужны данные, с которыми мы можем сравнивать ваш дом. И вот, скажем, мы нашли достаточно таких домов, с которыми мы можем сравнить ваш дом, которые были проданы за последние 3 или 6 месяцев, и мы смотрим на среднюю цену за квадратный фут. Мы именно все усредняем, мы берем цену за квадратный фут. И потом мы эту среднюю цену за квадратный фут, соответственно, умножаем на размер вашего дома. Как правило, не рассматривается, то есть basement, то есть то, что ниже земли, уровня земли, не включается в размер дома, то есть все считается от пола и выше. Если же у вас, допустим, basement отделан, и там прям можно жить, но это еще не значит, что его можно включать в площадь общую дома, именно для налоговых, так как мы должны основываться на налоговых данных, мы не можем включать ваш basement в этот расчет, понимаете? Точно так же все другие дома, то есть просто потом делается такой adjustment именно на basement, то есть если в каком-то доме basement, подвал не отделан, он просто вот не отделан, а стоят голые стены, а в вашем доме он отделан, мы, соответственно, просто немножко увеличиваем сумму вашего дома, да? При расчете это не рассматривается, то есть это вот первый вариант. Второй вариант – это когда мы берем то, что county считает основой для взимания налога на ваш дом, на real estate налог, да? То есть вы каждый год, ваша mortgage-компания, или если вы заплатили, и у вас дом выплачен, вы должны каждый год, два раза в год платить налог на недвижимость. И вот этот налог на недвижимость – это коэффициент определенной суммы, которую оценивает county, то есть ваш дом для county стоит определенную сумму, с которой они рассчитывают ваш налог, да? Так вот, мы берем вот эти вот дома, с которыми мы сравниваем ваш дом, и берем ту сумму, которая county решила, что вот эти дома стоили, вот скажем, в 2019 году, и они собрали налог на недвижимость вот в количестве, ну, в сумме, вот такие-то, такие-то суммы, да? И мы рассчитываем коэффициент от проданной цены, именно реально проданной цены на рынке, к либо стоимости самого дома по оценке county, либо на ту сумму, которую county с вас взяло. В принципе, это одно и то же в конечном результате приведет к одному и тому же. Поэтому мы просто берем коэффициент и его применяем к вашему дому, да? То есть мы берем вашу же стоимость вашего дома для county, как они оценили вас, и применяем этот коэффициент к этой стоимости, и, соответственно, приходим к той цене, которую мы, в принципе, должны выставлять ваш дом на рынок. И третий вариант, и он более, как бы, такой, знаете, более детальный, он занимает больше времени, когда мы непосредственно смотрим дома, которые были проданы. Но мы в большинстве случаев не имеем права заходить в тот дом, который уже продан, и новые владельцы в него уже въехали. Поэтому мы вынуждены и ограничены фотографиями на нашей системе. Мы смотрим на эти дома, мы смотрим, какие там, чем они отличаются от вашего дома. Если, например, у вас паркет, а там ковролан, или у вас гранитный каунтертоп и отделанная кухня, а там все такое простое и еще не отделанное со времен строительства дома. Соответственно, мы делаем adjustments, да? Мы добавляем где-то немножко, мы убавляем где-то немножко, в зависимости от того, с чем мы как сравниваем, и мы приходим к определенной сумме. И вот эти три метода нам должны дать примерно один результат. Ну или такой как бы рейндж, который мы уже даем продавцам. Мы говорим, что вот мы пришли к выводу, что ваш дом можно выставить на рынок от сих до сих. Если вы выставляете больше, то вы будете сидеть на рынке долго, это слишком будет большая цена, никто его смотреть не будет. Если вы выставляете меньше, то, скорее всего, вы получите аукцион, и покупатели будут за ваш дом бодаться. Но это при условии, что ваш дом действительно подготовлен к рынку, вы сделали все, что от вас зависит, чтобы за него было желание пободаться в нашем сегодняшнем рынке. Конечно, если дом грязный, если вы ничего в нем не сделали, если он требует ремонта, он неухоженный, и вам все равно, вот выставьте на рынок, не буду я ничего делать, конечно, ваш дом будет либо вообще долго стоять, и никто его не захочет покупать, либо вам придут инвесторы, которые вам дадут на процентов 30 ниже рыночной цены, вам дадут предложение, и вы тогда уже вынуждены будете решать. Я всегда говорю, что подготовьте ваш дом, сделайте усилия, и тогда вы действительно получите сумму хорошую, потому что сейчас такой рынок, что все хорошие в нормальном, хорошем состоянии дома уходят очень быстро, и, как правило, завыше той цены, за которую вы запрашиваете. Ну, конечно, это все зависит еще от территории, я говорю про Fairfax County в основной своей массе. Ну, в общем, все. И единственное, что я бы хотела еще раз вам сказать, что каждый дом очень индивидуален, поэтому обязательно, когда вы хотите узнать, за сколько вы можете продать свой дом, обязательно вам нужно пригласить агента домой, чтобы агент посмотрел. У нас нет никакого желания пойти и ковыряться в вашем личном белье абсолютно, но нам необходимо увидеть ваш дом, потому что мы видим какие-то вещи, на которые у вас может быть глаз замылен. И есть какие-то вещи, которые вам либо навредят, либо мы можем сказать, а, вот это классно, вот это вам принесет побольше денежки. И мы должны видеть состояние вашего дома. Иногда есть какие-то, вот, например, меня пригласили сделать оценку дома, а там все в замечательном состоянии, все хорошо, но в одном углу ковролан был до дырки в дереве, не ковролан, до дырки в дереве расцарапан большой-большой собакой. Для моих, как бы, потенциальных клиентов, которые меня пригласили, это не было большой проблемой. Они сказали, ну, подумаешь, придет человек, поменяет вот этот кусочек ковролана, и все будет нормально. Это ненормально, потому что для людей, которые хотят купить ваш дом, они хотят въехать, они не хотят ничего делать, они не хотят больше тратить деньги. Поэтому всегда лучше сделать вот такую оценку, убрать то, что можно убрать, заменить то, что можно заменить, и потом уже открывать дом для показа людям, потому что всегда люди будут преувеличивать ваши проблемы. Вам они могут казаться очень маленькими, людям, которые хотят купить ваш дом, они будут казаться раз этак в 10 больше. Еще пример. Показывала дом одной моей клиентки, она посмотрела и сказала, ой, здесь же еще кухню и ванны делать, в общем 100 тысяч уйдет вот на раз. Я, смотря на это, вижу сумму 50 максимум, потому что там просто некуда больше 50 вложить, если только вы не будете краны золотые туда устанавливать. Я это вижу, я вам это скажу, я как агент это вам скажу. Вы как продавец это знаете, потому что вы тоже уже, может быть, смотрели какие-то цены. Покупатели этого не знают, и они предполагают, и, соответственно, когда они будут давать вам предложение, они с этой суммой будут в голове, будут давать вам предложение, или вообще его не дадут, потому что они будут думать, что это слишком какие-то страшные суммы, если все сложить вместе. Я надеюсь, я вам объяснила это, как бы вы поняли, что я хочу сказать. Вот, ну, в общем, вот так. И самое главное, самое главное правило, когда вы выставляете дома рынок, нельзя его, нельзя сумму увеличить, поставить больше, чем рыночная, потому что вы можете думать, ну, хорошо, придет покупатель, мы будем делать переговоры, и тогда мы придем к той сумме, которую вы мне говорите, вот, рыночная цена. Дайте мне немножко, как бы, подушку, я все-таки добавлю немножко, чтобы мы переговоры эти вели. Это не выдерживает никакую критику, потому что в реалии, если дом выставлен за завышенную цену, люди просто не будут смотреть, вы просто не будете видеть показов, ваш дом не будут смотреть. Если вы выставляете на рыночной цене или чуть ниже рыночной цены, тогда у вас идет стедий, как говорится, постоянный поток людей, которым может потенциально ваш дом понравиться. Вам главное завести людей внутрь, чтобы было достаточно людей, которые влюбятся в ваш дом. И, соответственно, вот из этих всех людей кто-то и захочет подать предложение на ваш дом. Вот, поэтому всегда имейте в виду, что никогда не надо запрашивать цену выше рыночной, иначе вы себе навредите. Если дом стоит на рынке больше, чем, скажем, 2-3-4 недели, в нынешней ситуации, в нынешнем рынке это уже атас для покупателей. Они уже считают, что все, с ним что-то не так, я его даже смотреть не буду. Вот, вот такие дела. Так что спрашивайте, звоните, если есть какие-то вопросы, или хотите, чтобы я посмотрела ваш дом и сказала оценку вашего дома, я с удовольствием это сделаю, никаких обязательств, никаких требований. Мне это нравится, я с удовольствием подъеду, с вами поговорю и проконсультирую вас. Вы знаете, где меня найти, обращайтесь и смотрите меня в следующий раз, в следующую пятницу. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok